все так подкапается работенки тут в жух всем здорово здорово всем кто подключился у нас вечерний звон бон бон я чуть-чуть это с опозданием занимались тут а зеркала зеркала зеркалишки красотишь так что-то у нас это youtube чик так нам свет нужен тут сейчас пока народ чуть подтянется этот порядок попытаюсь под навести полировал беда трагедия у нас закончился картек и закончился автомэджик полировать нечем мучаемся дам разными постами у нас еще пару десятков разных последствий всем здорово и это не спит ничего так не работает нет визор не руки с остатки он автомэджика чуть-чуть станет начаты это разрежь банку ну и что он так она хотя бы полирует говорит нет ничего там еще баночку если разрезать как раз тебе на борт и хватит допилить бери реже и дорезай всем привет здорово дядьки у нас это сейчас покажу что сделано только не удивляйтесь неделя прошла тут только второй порог пошел видосик снимается по машине постепенно так планомерно но работы тут мама рудная это у нас заделано все без олова то есть вот как боль менее нормально то есть на сюда мы работали тут почистили что пацаны какие-то делали мужики пацаны ребята хлопцы короче кто-то делал почистили подправили под рихтовали под крылок сняли кантик завальцевали все подчищена димончик почистил чтобы можно было вам не видно наверно загрунтовать обработать потом положить туда шовник и прокрасить когда будем красить по зазорам теперь двери как ни странно стоят хорошо но задней нет именно сейчас снята но она также стоит крыло не оригинал димон подогнал подточил сохраняем крылышко человеку чтобы не тратится еще на крылья то есть крыло стало в принципе но она как бы так накинуто наброшенным короче там провода нам мешает не будем туда лезть а тут столько интересностей тут тоже самое или хуже чем с той стороны а тут даже хуже ох ее твою короче с той стороны отсутствовала зона поддомкратника пацаны решили что консервная банка просто поставленная на две прихватки сможет выполнить функцию поддомкратников варили туда усилитель а тут и непонятно все куда вваривать там хотя бы оси для слух тут конта нет она отрезана все друг от друга короче тем порогом начал заниматься сашка закончил диван занимались в общей сложности беспрерывно четыре дня потому что каждую точечку пока точишь так чтобы остался хотя бы что то что осталось там то есть она уже нет сверливается но аккуратно оттачиваться тут отточить так чтобы не прожечь остатки вот этого точеного имя металла это время не занимает просто жесть а димон сегодня самого утра они по нарезали все усилитель обычным сверлом валили ночью не зачем мучиться короче тут веселье да веселье кантик надо я не помню еще логики откуда у них тут стык не я то что тут тоже не меняли то есть вот замененные насилия просто в чем логика а в чем логика вставка вот это идет вот отсюда вот таким ремонтным куском и до самого порога аж вот так мне вообще не ясно вот это вот эта логика то есть вот и вот что вы тут экономили а стоп и это это заводской кусочек остался ту блин мужики огонь по хорошему его тоже выбросить на минуту да там короня но почистим понятно а вот по завальцовке то что они не до завальцевали тоже так вот он молотком постучали снаружи не видно контакт не видно круто нет доделаем как бы почистим выберем там все но это же работа лишнюю ой на несколько много так привет привет банку резать эта тема да так скажи громко по мокры по мокрому ствол под базу подскажи групп мокры по мокрому ствол под базу какой не очень троголовный спрятан а ты что за грунтовать что-то грунт мокры по мокрому леклер автолевел понравилось у рема не помню номер такой приезжали ко мне отработали пару панелей утром действительно грунтец интересный почем еще по дайне в москве когда были пробовали у нас почему-то не получился тут в москве как бы ну все норм с технологом зашел грунтец разных грунтов много надо пробовать искать где работаете мы работаем в гараже под киевом здоров бандит тетя оля тебе привет передает тоже тетя оля мне привет передает дома с ним лично не знакомы ну передает спасибо этим не очень приятно привет лунатикам да и что спать хочу капец дня часов наверное с пяти вечером я как придавила около крышки багажника на тойоте просто шторы закрываются мне еще там плитерок надо было под грунтовать и я не могу загнал мерсона обработку залез вниз и такой прямо прики марио смотрю на эту красоту вот а все красиво все пластиком все днище пластиком закрыть красиво снял там чуть-чуть рыжики там чуть-чуть рыжики под обработку маляриус пена на пена нам в помощь вот это ты отрыгнул я тебе отвечаю мы все посмотрели все поплакали и подумали об этой шкоде что может быть занять за пеной было бы неплохо александр вечер добрый как на ремонт был попасть да давай спишемся в инстаграме там попадем на ремонт цинковый баллончик женек тебе привет цинковый баллончик под сварку то есть все места которые сейчас зачищены обрабатываются хоть они не сейчас варится будет но цинк это по нему можно варить он конкретно провариваемый и готовый автономный состав всем можно под грунтовать если он ничем не будет укрыт даже мобилью там в примеру куда не попадет ничего страшного сейчас порог открыты все открытые части которые можно но открытый металлами под грунтовать надо под грунтовать потом будет сварка будет сварка то есть также порог иди дырки поколятся прогрунтуется подпшикается годная тема прям таки очень годная да вроде все там еще чистить и чистить поэтому применяйте тема жир научи по братски как можно привлечь клиентов как у вас работой старайся делать хорошо как старайся делать хорошо а плохо она сама получится она действительно стараешься стараешься одета до проскочит надо работать пена давулярию сани вас там жестко заходит маляри салона походу издал этот не вас времени судя по всему привет всем всем привет какая пена не дает усадки ствол на грунт и цена какая спасибо из того чем мы сейчас работаем это az4 четвертками да дэвилбис уже ушел на ящичек повисов lg5 он уже и как бы по возрасту хотя он не уставший в принципе он работает но расход материала на за 4 эти эрганзи нас всех очень порадовал вот прям я сегодня даже наш развожу грунтец в стаканчике думаю на слой хватит а дальше да разведу два слоя полных таких аж кое-где всрывы пошли я капельки заливал еще чуть-чуть вылил и грунт я ты 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 видел сколько я грудь не покупаю просто как был он закуплен ну не в этом дело короче расход грунта реально упал потому что я то есть какая-то более-менее стабильная схема расхода материала а тут и все я уже месяц грунт не покупаю просто он был накуплен теоретически его еще столько же должен был купить а я еще не доработал клуб примерную норму которая была запланирована хотя поток работы не уменьшается нифига да мы много красим мокрым по мокрому но тем не менее мы и раньше много красили мокрым по мокрым по поводу цены ну да по поводу цены а за 4 не помню сколько он стоит вот честно 4 с чем-то там 4 тысячи с чем-то гривен с чем не помню прям совсем напиши взлетельный фейтшоп я не помню вот реально не буду говорить он между четырьмя пятью тысячами гривен сколько и вообще фонари вот потому что это не вата и вата и ходовые каждодневные стволы и те я знаю почему эрганзы во первых мы их еще немного завезли во вторых а во вторых мы их немного просто завезли немного продали есть видео конкретно про наждаки если нет то хотелось бы увидеть от тебя конечно есть правило 100 называется видео старенькая где-то 2015 года там таблицы на стеночке в камере я расчертил и рассказал в принципе все что я сам знаю наждаки про мокрую про сухую про порядок работы наждаками короче это информативное видео посмотри про него посмотри его и все поймешь про наждаки корска пульт и а твое мнение не слышал не знаю что это такое не пробовал в мокре по мокрому сотровский 6f нет не пробовал еще хочу сразу с этого надо было в принципе начать чуть-чуть это извиниться за косяки которые сейчас происходят с отправками у нас со склада причина косяков вы как бы оплатим все эти пересылки в двойные сейчас перегруз на складе пришла огромная партия товара все заняты все разгружают ум или забеганы и есть некоторые косяки у нескольких людей отправки не на тот адрес то есть мы перекроем эти финансовые затраты возьмем их на себя и просим понять и простить люди загружены просто люди тоже устают тоже совершают ошибки про ствол забыл под базу ls-400 lph-400 что-то из них там смотри на бюджет что скажешь о продукции авторюкс и ppg я с ppg вообще как таковым не знаком не работаю с этими материалами ну ничего не могу сказать то есть личного мнения у меня о нем нет никакого на цинковый грунт можешь подливать если где-то останется в сварных швах но его надо вычистить потом шпатлюет если то что ты не можешь вычистить то уже ничего страшного чё за мокрый по мокрому игор ну ты же видео мои смотришь должен знать что такое мокрый по мокрому это грунт который работает версии мокрый по мокрому с карантином работы меньше я бы не сказал я бы не сказал бы что прямо больше но не меньше хотя временами такими днями смотришь что кажется что даже и больше загружены хреначьим вот трудности на ровном месте там где как бы предполагали но не ожидали что прям все настолько будет сильно как бы по планам вот этот автомобиль он уже должен был ну как минимум выкрашиваться или хотя бы доготавливаться под выкрас из того что начало быть готовым под выкрас это капота один бампер все дальше смысл делать нечего двери еще нужны крылья еще нужны их подгонять стекла еще рано резать потому что мусора насыпется туда багажник трогать ну можно принципе багажник фонари снять и багажник ободрать все крылья нужны передний бампер нужен то есть все завязано вокруг порогов как и есть привет не будет ли в гараже от системы что есть слишком много оплыла спасибо а как бы пылить на лаке то она будет по-любому это что ешь к ты ее не закрутишь так как допустим виску когда ты можешь на виске отлачивать на давление 1.4 1.5 у тебя будет по минимуму опыла и лак будет разбит идеально за счет разрезной дюзы на системе hte такое не прокатит там по-любому будет опыла чтобы хорошо разбить лак там нужен давляк 1.8 2 и само собой у тебя будет такой большой веник во первых много опыла ну с этим надо смириться по чем у вас покраска за элемент безлифтовки смотря какой элемент какой цвет какое состояние индивидуально что там маляриус наблюдаешь из коробочки зачем люди мешают стекловолокно и универсалку это я про шпаклевку есть такой миф что если ну я знаю такое просто что перемешивая стекловолокно с универсалкой вы делаете шпаклевку два в одном то есть вы и яму заполните у вас и усадки не будет и твердая она будет жесткой и пор в ней не будет и под чуть ли не под покраску сразу готово короче смешивая универсалку со стекловолокном вы получаете ни то ни другое то есть она у вас и не так идеально тянется и уже в яму будет падать валится потому что вы уменьшаете количество стекловолокна наполнителя вот этого который собственно держит держит весь этот комок делайте никуда не сюда смысла в этом я не вижу никакого логика когда Нива у Маляриуса выйдет сегодня вечером отвечает Маляриус какой краскопульт под грунт наполнитель посоветуешь заранее спасибо уже посоветовал АЗ-4 или же Белария АЗ-400 но она подороже в два раза чем АЗ-4 нормальную наркоманию делаешь тогда все мы на реке все мы от чего-то зависим что можешь порекомендовать по краске чем проще и быстрее по самой краске твое мнение не понял порекомендовать по краске чем проще и быстрее по самой краске что проще пробка вывалилась я не понял вопросы честно что там по краске Huberth R500 нормально не знаю я не могу знать абсолютно всех производителей к сожалению хотя очень бы и хотелось есть одна мыслишка пока что знаете не буду прям сильно анонсировать но просто скажу так общими своими мыслями постараться сделать такую площадку физическую скорее всего даже нежели онлайн площадку хотя может быть даже и онлайн это пойдет где каждый из производителей ну скажем так грубо говоря как на выставке смог бы показать свои товары именно так как он их видит то есть не так как когда мне дают материал я его пробую и там может я что-то не так сделала с ним и он не работает у меня а чтобы лично производитель со своим технологом мог презентовать свой товар так чтобы мы его увидели ну как минимум с лучшей стороны потом в дальнейшем отнести образцы которые сделаны в лабораторию чтобы лаборатория дала заключение по той же твердости лака остаточно сухому остатку стойкости там солевому сквозному проникновению солей стойкости к ультрафиолету ну грубо говоря обычные лабораторные испытания которые проводят каждая компания себя но чтобы это было сделано в открытую для всех вот прям интересно вот прям задумываясь понимаю что это отчасти может быть и глупая затея но посмотрим там просто я скажем так уже без спонсоров не справлюсь аж никак там вложение бабок серьезнейшие но это интересно вот хотелось бы чтобы там было по всему по материалу по инструменту по расходникам ну то с чем мы собственно работаем с чем мы связаны не конкретно только лакокрасочное и все те же компрессора там воздушные системы очистки производители фильтров расходников мелких для нас чтобы посмотреть на это изнутри ну грубо говоря как мы бывали на заводах там на боди на леклере на на воле чтобы посмотреть можно было как это делается короче мысли много не знаю как их реализовать можно ли наносить разные по маркам шпатлевки у пол универсально но на вол универсально они с разным зерном вроде как да там не зерно разное по сути все шпатлевки имеют узконаправленную идентичность это смола в которой разведен наполнитель какой-то наполнитель это уже дело каждой компании наносить друг на друга в принципе можно если у вас одна высохла полностью вы на нее наносите другую ну ничего страшного ну не должно случиться я не говорю что прям сто процентов ничего не будет ну по логике там ничего не должно произойти по лаку соли премиум фс для гаражных условий я им не работал ну вот не работал были представители общались с ними говорят что лак ну ходовой разбирает ну значит людей как бы устраивают людям нравится заказы по присадке для бсб уже пошли александр это ж не ко мне я ж не занимаюсь как это правильно сказать продвижением поддержки обслуживания именно тех сервисов у которых стоит стойки бсб этим занимаются на складе там люди которые этим занимаются надо у них спросить я не вникал мне вот в прошлое воскресенье приехал андрей привез эти товары я их попробовал еще раз да посмотрел как они в банках выглядят поработал посмотрел почитал комменты ваши понимаю что люди некоторые не понимают смысла не понимают экономии кто-то там пересчитывает все граммы а вот по граммам густяка одно и то же одно и то же вы по времени видели какую разницу это все дело занимает это раз второе по цене они абсолютно одинаковые получается базы в готовом состоянии они одинаковые потому что биндер вот эта основа 888 да по моему да там 88 а там 888 они одинаковые получается по цене разбавители там на копейки может быть какой-то дороже короче на выходе вы получаете 100 грамм той базы 100 грамм той базы готовы в принципе по одинаковой цене только одной из них надо чуть чуть меньше и по времени она наносится гораздо быстрее именно по времени нанесения нету межслойных сушек они не нужны вот в чем преимущество те кто работали работают да большинство работают старой технологией не уходите с нее работайте у вас все получается и слава богу это нужно крупным сервисам у которых идет поток работы которых камера в которых открашивают в день по 2-3-4 замеса разных разных цветов там это нужно там это просчитано давно оценено для гаража в принципе оно то будет работать но будет ли вам удобно так работать это сложно в моем личном понимании это сложно следующий прикол что так или иначе все стараются сэкономить и даже если вы купите вот эту правильно разведенную базу вы же в нее захотите что-то налить своего ну дабы увеличить объем как только вы туда капните что-то от себя материал говно вот мгновенно поэтому вот такая тема но для определенной части рынка не для всех не надо оно всем вот не надо оно всем но оно работает как твое мнение о шпатлевании по мокрому если ты имеешь ввиду шпатлевать на шпатлевку без перетирки то да ну я так работаю ты сам не раз мешал шпатлевки я шпатлевки друг с другом не мешал когда-то давненько было дело да подмешивали когда стекловолоконная шпатлевка когда ты ее протягиваешь у нее волосы торчали тогда да мы универсалку чуть добавляли но это было лет лет так до хрена назад скажем так это было тогда когда я еще не брился давно это было сейчас в этом нет никакой необходимости абсолютно как относишься к итальянской системе шпатлевания греть феном грунтовать валиком я к ней никак не отношусь я ее не выдумывал я ей не работаю я не сторонник этой системы такая система не прописана ни в одной ТДС которую я в руках держал которую я видел в интернете с технологами компаний которых я общался хотя бы раз в жизни никто из них такой технологии не знает заводской я же сторонник что вот завод рекомендуют применять не надо ничего лишнего думать как лучше учиться грунтовать чтобы набить руку не знаю возьмите там купить самый простой способ это купить ну там каких-то крыльев пойти на малярку крупную набрать железяк там металлоломы у них купить и вот на них тренироваться это будет самое крутое что скажет золок мобихел HDHS я им отработал одну машину в прошлом позапрошлом году зимой ну попросили товарищи интересный лачок но он текучий у меня под каждой ручкой собрались сопли да мы их потерли ничего страшного он реально сильно текучий почему Андрюха интересно парни я не буду презентацию делать у лехера есть ты если эта тема оживет а я с понедельника начну общаться с компаниями по этому поводу если эта тема оживет то придется я там буду в роли просто независимого грубо ведущего я постараюсь посоветую с разными компаниями с разными менеджерами этих компаний как они готовы презентовать свою продукцию накидаю список вопросов какие основные на которые должны быть ответы когда они будут что-либо показывать точнее не вопрос а грубо говоря то что они должны прямо показать как они это уже будут показывать это их вопросы но это только так в зародыш это еще мысли мысли в голове но канал на youtube уже создан на всякий случай пусть будет забронирован откуда и вата по таким ценам пробивал от официалов на тысячу полторы дороже есть свои секреты есть свои приколы меньше знаешь крепче спишь если вам что-то не нравится вот можешь мне позвонить сказать так и так вот я покупал дороже и я тебе продам дороже хочешь дороже ради бога я только за смотря каких официалов ты пробивал эти так скажу есть официалы официалы есть официалы не официалы пробовал ствол и вата w400 с головой vbx разрезной дюзой твое мнение о нем это башка в бэкс это лаковая башка разрезная дюза только чую на белку круну это надо было 400 крутить не знаю вообще это как по мне это туда на лпашку на пяшкой добыл 400 одинаковые корпуса там как бы ничего нет и эти мешают что ты там ржешь ушел за капот и ржет здравствуй подскажи все условия покраски мокрым по мокрому риска на разных покрытиях на что можем и что нельзя наносить риска на голом металле 120 если ты правильно перебил на 5 миллиметровом эксцентрике аж бегом хочешь 180 пробегись хуже не будет на алюминий 180 не меньше можно даже по 240 выйти на пластике 500 не меньше потому что ворса будет который надо будет сильно тереть что еще у нас да и все они мы на старое лакокрасочное мокрым по мокрому не работаем проще все снести но если да если есть необходимость на старое то это 320 на эксцентрике и в путь и все у тебя будет хорошо как себя ведет по в плане не пылится не ну спала пыль есть конечно если его не убирать там ежедневно а так стараемся хотя бы каждый день за собой протягивать то что насыпалось ну и раз в неделю на стабильно мокрая уборка мы все выгоняем все заливаем смываем и чистота удобно очень удобно когда весь пол в одном уровне во первых у нас почти все на колесиках все столы вертолеты сидушки кроме сварочного аппарата пока что к нему колесики прикрутим ну да есть маленькие колесики то есть очень удобно рекомендую хоть это и дорого но она того стоит лак hs hd интересует как долго он открыть текучий как полируется но я ответил что он текуч прям очень текуч это мне в нем не понравилось но опять же каждому лаку надо привыкнуть как долго он открыт он очень долго открыт то есть он подходит для полников в этом плане как полируется без проблемного там правда я пришел подтачивать вот эти капельки наверное недели через две человеку когда он его собрал полностью расскажи подробнее работу с оловом буду очень благодарен это зайди на канал кузовной ремонт германии евгению он там все подробненько показывает рассказывает я по олову сейчас во первых это надо показывать там рассказывать на пальцах не расскажешь это не градация наждаков большинство работают дешевыми материалами думать что больше зарабатывают но это основная ошибка тех людей кто не пробовал просто премиум бренды все видят цену как все ладно большая часть потребителей видит цену упаковки вот литр этого стоит 3 евро а литр этого стоит аж 7 евро а зачем я буду покупать если это не покупай не надо на тебе вот еще купишь за 7 евро как те как понравится ты как начнешь работать быстрее и лучше зачем он тебе надо покупай за 3 евро лучше ищи за полтора там еще будет интереснее все это же хорошо так или иначе это разнообразный рынок разные люди разные мастера разный уровень работ то есть такие люди тоже нужны потому что к таким людям едут другие машины там другие цены это нормальное явление для рынка это круто это не настоящий маляриус в комментах это тетя оля с левого аккаунта если наполнителем работать так как мокрым по мокрому работа у тебя будет усадка у тебя будет падать шагра по-любому потому что обычный грунт наполнитель если ты его расколбасишь до состояния до вязкости мокрого по мокрому он не ляжет так как ляжет мокрый по мокрому он не натянется в такую струну не даст такой глянцевую пленку ровную такую закрытую пленку у тебя будет лежать открытым таким ёжиком мелким который тебя будет падать база впитываться прямо впитываться и зерно будет стоять раком на нем если получишь не тот результат и на этом не сэкономишь для дисков литых надо универсальную шпатлевку брать или какую-то возьмись с алюминькой хуже не будет от колется любая какую-то туда не положи любая скучит на краскопульте одно написано давление а на банках другое тебе нужно то которое написано на краскопульте техническая поддержка техническая поддержка до техподдержка решает все каким бы материал не был хорошим или плохим если там компании которая продает эти материалы работают нормальные менеджеры нормальные технологи дают нормальную техподдержку то можно работать и совсем совсем бюджетным материалом только нужно людям правильно объяснить как им работать и все какое масло в компрессор льешь масло для компрессоров я не помню такое такое мне продают такое и туда и лью чем сопли как подтирал есть где-то видео посмотри полутора годовой давности катером подтирал до наждачком ты работать будешь почему не заходишь в контакт мы же скучаем да у нас типа заблокированы уже тебе пены у всех установлены на телефоне изначально поэтому куда-то заходить можно я не хочу честно я не хочу туда заходишь у меня там 600 чем-то сообщение так просто гляну я не хочу их открывать я вообще не хочу прям совсем есть инстаграм все кто хочет задать какой-то вопрос пишут в инстаграм я отвалился от вконтакте мне интересно уже там пока по времени через сколько окончательно просаживаться чтобы видеть результат это надо пробовать и проверять каждое шпакло работает ну грубо говоря по-своему надо контролировать были у тебя технологи миндзерна до иван приезжал ну ваня то менеджер они технолог я не помню как зовут еще двух технологов они показали мне на 100 миндзерна воспитывание спорекла приезжали не миндзерну не представляет по миндзерне нет не было никого если будет возможность какая-то пообщаться хотя бы я только за мне интересно попробовать что-то что они покажут именно из своего потому что у нас по факту миндзерна отвалилась после того как появился автоматчик вот прям и все и это одно ушло на дно как говорится на канал но канал на ю тубе уже создан говорит молодец родите всегда в правильную тему вперед только вперед да ну создан с какой целью я забронировал название которое я бы хотел вот этому движению всему придать и пусть она будет можешь есть не просит регистрация это канала бесплатно и какие настройки на его тело с 400 используешь но у меня я работаю водой где за 1.3 поэтому давление в районе 1.6 1.5 держу смотря какой цвет но больше чем 1.8 мне вообще не приходилось поднимать никогда работала ли ты абразивами колокс твое мнение какие абразивы больше предпочитает что из производителя открываем сидушечку здесь у нас колокс для полировки 1 2 далекаты по колоксу да я работаю абразивами колокс ну я работаю ими в основном только на полировке крупные абразивы на подготовке это у нас 3м 3м кубитрон и 3м желтая серия сейчас покажу какой мне прям очень заходит этот наждак эти соточка я беру а вот такой 216 y на своей поролонке эти сотка на подготовку как бы просто пушка ну давайте так еще покажу что есть что вообще валяется есть мирка бронет 400 каретка но где-то надо это старые закупки нортона не зашел хуже чем мирка работает сетка именно есть обрал он 360 и 500 это для работы с пластиком когда мы его готовим под мокрый по мокрому с водичкой очень хорошо убирается ворс прямо слизывается отскакивает супер эти успей супер файлер скотч брайт и красные серые сейчас работаем колодом раньше ну частично была мирка но мирка быстро вздыхает файны супер файны в очень малом расходе есть по поводу из по 3м и куча а чё я вас обманул есть у нас и 400 600 800 на подготовку тоже это все колоксы 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 селекса супер селекции это все на подготовку также рома привозил технолог 3м 3м наждачки в принципе рабочие такие составы классные удобные но проигрывают коваксу по длительности работы и своей мягкости я не скажу что они плохие ну просто вот в некоторых параметрах они проигрывают коваксу поэтому мы их не затариваем полосы кубитрон и полосы мирка что-то тут делают которые мы не работаем реально кубитрон работает лучше хотя мирка лучше собирает пыль потому что у нее сетка и пыль через нее лучше проходит чего еще у нас по баллончикам кьюри финиш на столе постоянно чего-то подпшикать там на подготовке а по поварсу ну чё еще пленка бумага это все по колоду реально по колоду скотч и 3м и ади и пипи 3м на малярку я беру ади и пипи на подготовку он чуть дешевле по бумаге ади и пипи и сейчас взял моток просто закончилась ади и пипи на складе синяя взял моток кьюри финиша он больше толще жирнее дороже там в два или три раза ну по факту то же самое то есть то на то и выходит опробуем ее сейчас на бумаге есть бумага мерседесы хренседесы о пойдемте на складческой чем покажу стопы вон еще чем покажу сейчас интересны пацаны не пацаны технологи ребята привезли попробовать на той неделе на твои 5 числа привезли попробовать не одни интересные штучки и потом я говорю а теперь ко мне их продайте и ваня мне привез я заказал он не привез я купил вот такие вот штуковины это малыши в таком стакане их там 50 или 100 на упаковке и тут ничего вообще не написано есть размеров это самые маленькие мне нужен самый маленький есть средний он не давал пробовать средний есть еще больше это ёршик каких-то синтетических волокон в какими пальцы убиты каких-то синтетических волокон материал набирают будь то краска лак грунт и можно кратерок закапать я сейчас пойду покажу где его использовал спойлер грунтовал как вы все знаете спойлера как обычно ушатанные ну это реплика не завод просто в какаху шатаны и очень много пор у них это явление неизбежно и кстати лайфхак такой со временем к нему с вами пришли ручки по обрезать и если много столов на некоторых очень удобно капоты багажнике вешать ничего не мешает все равно когда крутишь придерживаешь за эти поэтому нафиг очень удобно вот я капал споры есть я потом прошел грунтом открытый порт этот тык по закапал чтобы меньше мне потом шпатлевать то есть тут как не шпатлюй все равно где то есть тут там взял по прокапывал и все нормас штуковины просто просто огонь я не денег таких ни у кого из компании не видел и может быть есть у кого-то просто как обычно мелочи знаете они где-то лежат их забудут показать не подумают показать они дешевые что там банка это 100 штук 15 евро короче нечем то есть недорого сейчас дверь позакрываем это на улице холодно а девочка ты там годная вещь то есть ищите у себя там покупайте также чем мы еще используем используем вот они на подготовке асселекса супер асселекса то есть ну я думаю сами понимаете что мы ими работают это просто свежак честно купил и есть 1200 это на подготовку под покраску педе переходы идут то есть расход небольшой это обычно пробники знаете есть у нас даже ухты даже 800 к есть но она не в расходе нужно 320 кубитрон 240 кубитрон 180 кубитрон 120 кубитрон и 80 кубитрон заканчивается надо заказать есть еще 320 и так далее ну лаки уже показывал неоднократно чего у нас еще фильтрующие крышки к стаканам которые пользуюсь колот 90 микрон и большие и маленькие 190 микрон они мне нужны именно как крепухи и на них если чем меня себе фильтра да все там у нас разнотон разнобой силлер водевский он уже по ходу закончился очень понравился мне сейчас забрал солидовский грунт этот эпоксидный прям ну пушка ракета класс один к одному готовый это остатки макситона у нас чё еще разнобой это грунт по пластику отвердосы и разбавосы жидкарь литлеровский жидкарь уполовский на жидкарь уполовский у нас не пошел чё еще да собственно так и и все так так в общем то и все идем дальше по коментам по абразивам вроде ответил да я в основном снимала как разочная до голова металла потому что так удобнее так правильно так проще сейчас покажу померяем крышечку крыши на этом на тойопте я еще не мерил я так чуть полирнул пробежался давайте глянем то есть она снята все до металла где-то 120 наверное воу-то ёпта да ладно да ладно то что такое может быть да это все неправда да так нельзя сделать слышишь я сам удивлен я думал тут в районе ну хотя бы там 110 плюс-минус вертикаль да ну неправда да ну бы быть быть такого не может слышишь я чуть-чуть это меньше чем завод сделал хотя глянец лучше и шагринь вау это что делали что toyota ты же всегда у нас тоненькая сделал хуже чем завод хотя я рассчитывал на 110 115 плюс-минус чтобы было так вот знаете как можно оправдаться я стремился к поток если сэкономил 106 хоть померять и интересно самому ну да ну короче я чуть-чуть это чуть-чуть можно было на грунте чуть больше дать чуть-чуточку ну в принципе как бы 95 88 до 100 вполне себе тойотовская толщина как помню спасибо за промокод тимур хорошую скидку сделал да всем кому нужно по россии тимур пообещал так моим подписчикам по промокоду dutering paint он делает либо какие-то там подгонщики в плане футболки кепки мерч какой-то ну там что есть на складе либо скидку дает это решайте вы сами как там кому удобно по беларуси пока что тишина колера мне ничего не отвечает ничего не говорит как скажет я вам обязательно передам пока что вроде больше никакие из компаний не подключились у меня была такая мысль поискать по по заморачиваться таким вариантом чтобы найти в россии какой-то крупный интернет-магазин который действительно имеет хороший ассортимент адекватные нормальные цены договориться с ним таким образом чтобы он подписчикам моим подписчикам да тоже делал какие-то бонусы скидки доходит мне писать пожалуйста какие-то бонусы скидки акции проводил но нету времени нету времени было бы приятно если кто-то может сам изъявить желание допустим как тимур это там общались с ним а ну давай сделаем вот так я рва отлично давай давай сделаем так скажи как пульвер профессионал двадцать шестнадцать лвп пробовал красить вроде неплохо раскладывать я не знаю это что китайщина без понятия чем пол заливал ну как раз думаем чем залить и покрасить или отполировать бетон я не помню марку бетона которую привозили но это все заводское заводское промышленное литье то есть делал это не я я только подготавливал основу вязал сетку раскладывал трубу теплого пола вязала еще одну сетку утепление там снизу черновой пол это я делал лично я а заливать приехали компания которые приняли бетон разложили его по уровню весь засыпали какой-то херней специальной заехали сюда на вертолетах и поехали кататься тут всю ночь катались они мне пол делали двое суток ну почти двое суток то есть вместе с приемом бетона там пока он сок потому что уже было холодно засыпки полировки ну то есть делала компания да дорого ну блин это удобно круто и я так не сделаю то есть самостоятельно так не сделаешь на если ты работаешь с бетоном ты там все знаешь я с бетоном не работаю мне вообще с бетоном суту го я что не залью на все крошится поэтому нет есть пони да пожалуйста но не пишите мне сейчас пикаешь отвлекать можно совет профессионал есть полный перекрас европейцы сняли до цинка шпатлевка местами по минимуму с такого грунта начать кислотник или эпоксид спасибо если металл весь чистый бери кислоту бери акрил и тебе эпоксид не нужен вот мне надо на тебе нет какой краской удобно тебе красить твое мнение мне удобно красить водой удобно потому что расход материала по количеству меньше время нанесения по времени меньше скорость работа по времени быстрее качество на выходе по сути от тебя зависит но вода не имеет такого пагубного конченого свойства как тянуть в себя лак то есть вода в себя лак не просаживает если сольвентная база когда надо много стоев кинуть себя может просадить плачок видно усадку это увидел на мусканге хорошо очень то воды такого нет поэтому для меня только вода ну когда есть возможность только водой я сделаю только водой сольвент только случае если цвет я не могу сделать я вижу что его не сделаю я иду к ребятам благо ребята в будь сейчас помогает мне в том плане что я к ним приезжаю постоял там 20-30 минут они при мне прямо сделали краску и мне и отдали спасибо им огромное за это я очень не люблю ждать если не люблю такого что привез оставил через два-три дня заберешь мне неудобно я этот парень балованы мне надо вот если есть возможность конечно понятно есть такие цвета что ну без вариантов когда это там обычное серебро какое-то японское полик леру ну так плохо я помню стреляет по серебру именно то есть есть марину короче надо пробовать есть варианты что нормально есть вариант красишь выкраску делаешь зерно не того размера я менять зерно не буду я в этом туговат я поехал взял себе там 200-300 грамм краски подложку кинул свою а вверх положил уже с подбора все никаких вопросов сколько тебе обошелся теплообменник какая толщина у металла а за этот камере который греет толщина у металла единичка нержавейка промышленная термостойкая по цене сейчас скажу вместе с проволокой двумя баллонами газа резкой гибкой этого всего дела и покупкой самого металла мне обошло что там долларов 700 или 800 я не записывал точно не помню но где-то вот плюс-минус 2000 меньше чем 1000 конечно ну плюс-минус там где-то может показать какой шпатлей вы пользуетесь после этого просто много крыш делаю приходится много работать со шпатлей мы пользуемся ади и пи 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 леклер леклер в малом количестве вообще сейчас штандекс он последнюю из того что попробовали реально обводе по пластику эверкоут есть по пластику еще возьмем solid попробуем по пластику тут подсказали нам саду с одного проверенного источника говорит слышишь эй парниша ты не хочешь попробовать солид такой же вроде бы говорит такой же как боди возьми попробуй обязательно ваню попрошу чтобы мне прислал баночку шпатлевки солида попробую и этот же эй парниша а ты не хочешь попробовать говорит а ну-ка на зацени санек вымазал две трети банки ему понравилось я чуть-чуть там кое-де подмазывал пробовал интересно шпатля она натягивается хорошо ее раскладывать круто у нее нет пор такая бодряковая шпатля она дорогая да но тем не менее по пластику пробовали так себе по пластику пробовали так себе то есть они тут и стоят потому что так себе стекловолокно жир мультилайт жир то есть цена-качество огонь и незаменимая пули непробиваемая шпатлевка фибрал ее можно куда угодно тут можно значок замазать в нем нас сверлить саморезов крутить их туда кольцо завязать и вот за вот это все дело потянуть то есть мы пользуемся там где мы не будем точно перетирать и где нужно что-то склеить по сути это у нас вместо клея я им пороги на мэр со себе клеил то есть там где не держится ничего не появится не варится не клеится крупный рисок херачишь вот это заваливаешь и забываешь все ты там больше ничего не сделаешь это по шпатлевкам интересненько тут у нас это в работе весь просто убитый песком тут он весь убитый песком ну человек не хочет перекрашивать капот как бы я понимаю части его а этот борт у него попал под газонокосильщиков и он весь засеченный был ну представьте сколько было сколов сколов примерно скажу так на этом борту было столько что саня с 10 утра до 6 вечера и ходила тем спонжиком которые показывал белым развели специально краску и ходил их закапывал из 10 карл с 10 тупой даже с перекурами посчитаем там до 3 до со всеми которыми там мог отдыхать еще что-то делать тупо целый рабочий день сидел и закапывал эти сколы это просто же там их реально было миллион но она того будет стоить из машина выйдет освеженной работы конечно больше чем планировали я и думал завтра сдавать но тут еще завтра до полировка это первый номер пока что потом второй номер но это он за завтра сделает обдувка очистка обезжиривание и керамика это мы будем делать понедельник поэтому скорее всего отдавать во вторник крайний срок из того что клиент готов ждать то всякое бывает никто не ожидал что вот настолько прямо на затянет ну плюс там еще лакировка фар было то есть тоже плюс-минус морда разбирается на этой мальке очень тяжело много времени тратится много всего надо открутить закрутить половина когда откручивали не откручивается само собой надо придумать как это закручивать ну ничего страшно все секреты еще расскажешь у меня никаких секретов особо и нет я по сути показываю рассказываю все чем я работаю как и делаю что я пробую что я не пробую я одно чего как бы могу не рассказывать если я попробовал что-то она у меня вот прям совсем не получилось я тут задумаюсь все-таки где-то я наверное что-то не так делаю и либо еще раз попробую если у меня есть время и материал либо просто ну не скажу об этом да и все но если я попробовал я четко вижу что все получилось а на выходе это говно ну тогда да а санек задолбался делать шкоду санек поехал домой ему надо съездить домой поэтому доделаю димончик у санек он хотел один порог сделать но и один порог не доделал к сожалению покрыл кислотником через четыре часа закрыл акрилом через сутки одну базу она морщится почему я не знаю что-то у тебя не засохло не высохла чем-то ты разбавил не тем ты всего процесса не описываешь что с чем ты мешал сколько времени конкретно что сушил там много параметров которые очень важны не первый раз замечаю на чужих работах спустя время мутнеет лак на ремонтируемых деталях что не надо делать чтобы не постигла меня такая участь работаю бюджетными материалами самое важное это не надо разбавлять материалы непонятными эти мер двенадцатыми шестьсот сорок седьмыми там шестьсот пятидесятыми покупай заводской вот положено допустим покупаешь на вол покупай на волы разбавитель акриловый разбавитель для металликов что тебя смущает в том что это нужно делать вот это прям нужно делать тогда у тебя не будет мутнеть лак но это не гарантия прям того что у тебя не будет мутнеть еще условия при которых ты работаешь очень важно ну работайте тем что рекомендует завод-изготовитель многие пишут на мою аргументацию что нужно работать вот именно вот тем что нужно лить туда пишут так у нас вот в магазинах нет перестаньте покупать в этом магазине объясните человеку что я не хочу тебя покупать по той причине что ты тут тупоголовый продаван но привези ты то что положено я у тебя буду это покупать да это пусть будет дороже чем r12 этот но я буду покупать чтобы у меня не было проблем ты же собака бешеная ты только зарабатываешь на мне тебе похеру вообще что потом как я работаю с клиентами привозить то что положено я буду покупать то что положено и все будут рады ты как зарабатывал так и будешь зарабатывать потому что я у тебя буду покупать если не привозишь иди в задницу я буду покупать у того кто привозит у того кто отправит Прави-то. Работайте с транспортными компаниями. Сейчас, благо, транспортные компании у нас с Америки товары за 4 дня доходят. 4, мать его, дня. Ты с Америки заказываешь, через 4 дня она у тебя уже на складе лежит в твоем городе. Ну, если есть крупных городов. Ну, ладно, неделя, берем грубо. В чем проблема? Заказывайте товары заранее. Грунты, лаки, шпатлевки, разбавители, отвердители, активаторы, добавки, пленки, скотчи, наждаки. Это все товары, которые по-любому нужны у нас в ремонте. Закажите их заранее. Чуть-чуть больше, чем вам надо. И только пигмент, нужный вам цвет, вы заказывайте по факту. Вам необходимо 300 грамм. Вы пошли на подбор, заказали 300 грамм. Но лак у вас должен стоять в запасе. Грунт должен быть с запасом. Наждаки, полироли. Ну, то есть, вот все, что на каждую машину абсолютно одинаково идет. Обезжирки. Заранее. И с запасом. И тогда не будет никаких у вас проблем. Вы о них просто забудете. Иногда и дешевые материалы удивляют, и дорогие могут разочаровать. Абсолютно в этом согласен. Нет гарантии того, что ты покупаешь глазурит, и он тебя по-любому устроит. Я чуть-чуть отсюда отойду. И он тебя по-любому устроит. Потому что есть такие параметры, как неправильно работаешь ты с материалом. Просто давнешняя партия. Давно что-то застоялось по именно материалу. И... Так себе, короче, товарчик. А дешевая может быть просто свежачком. И поэтому тебе зайдет. Надо пробовать. Все надо пробовать, щупать. Единственное, что дают премиальные материалы, какой огромный плюс, они дают скорость, работает, без потери качества. Бюджетка такого дать не может. То есть бюджетку нужно по-любому сушить, по-любому ее нужно дать дольше времени, чем премиальному товару, материалу. Ну, потому и дешевле. Там используются просто другие материалы. Другие составляющие. Компоненты. Господи. Все перечислили. Грунт перетирать в местах, где была шпатлевка, лучше с градации 240 начинать. Чтобы подрезать его. А то всегда делали 320 брусок и дальше машинка. И бывали блики под острыми углами. Да. Чтобы нормально резянуть грунт, надо брать 240-ку. 320 так не режет. То есть вы 240 слегка пробежались, увидели, что та плоскость, допустим, там, либо подточили где нужно. Потом взяли 320, перебили риску на бруске и уже машинка там 400-600 под покраску. Тогда будет ровнее. Брать 500-ку, там кто-то пишет. Я вот 500-ка на бруске работаю. Ну, красавчик, ты ничего не равняешь. Ты тупо срезаешь шагрень и все. Есть вопрос по эвати. В официальных каталогах LPH-400 уже нет. А у тебя есть. Старые запасы, походу. И что за тема с китайскими бачками в оригинальных каталогах? Я не знаю. То есть склад, где я тарюсь, это официалы. Все есть. Меня, по крайней мере, не предупреждали, что чего-то уже не будет, допустим. И что за тема с китайскими бачками? Китайские бачки я предлагаю на выбор оригинальный бачок и ватовский, без бачка, комплектацию и с китайским бачком с целью удешевления. Доставка у нас происходит из-за рубежа. Поэтому, когда я покупаю инструмент без бачка, доставка получается дешевле. Потому что бачок занимает место, как два пистолета. Весит он ничего, стоит он ничего. Поэтому мне тоже интереснее вести, это дешевле вам по итогу получается, без бачков их. И просто тут покупать бачки. Я подобрал бачки, которые подходят на LPA-шки, которые работают в принципе, ну там может быть чуть-чуть хуже, чем оригинальные в плане по длительности. Но цена, цена вопроса. За тот, провяжу так времени, пока будет работать один оригинальный бачок, вы поменяете два и один фиг вы еще будете в плюсе. Ты малярную камеру сам построил и залил на второй канал. Давай. У меня нет. Стапель, тот, который типа в полу, тот, ну так тоже не стапель, то так, чуть-чуть прихватить машину, где-то там слегка подтянуть. Какой нормальный дак можно купить в рулонах? Я не знаю, я рулоны наждаком не пользуюсь очень давно, поэтому ничего тебе не могу посоветовать. Расскажи, тиски LPH-400 на акрил, базу и лак. Спасибо. тиск, тиск, давление. На акрил и лак, это одинаковый продукт по своей вязкости. 1,8,2 на базу от единички до 1,6 больше тебе не нужно будет никогда. Всегда используешь липкую слофетку между слоями базы? Между слоями базы у меня нету никаких операций, потому что у меня между слоями не проходит никакого времени и они друг на друга наносятся. Перед базой да, и после базы перед лаком да. Не все. Закат лучше нам покажи красиво там. Ну да, в окне был закат, но наверное уже сел. Расскажи про лак Д-60 нанесение межслойка время сушки можно разбавить наволовским разбавителем спасибо. Вопрос сразу сходу зачем тебе наволовский разбавитель к одишному лаку? Ну материал же опять будет говно. Есть одишный ты заказываешь лак закажи и разбавон тебе его отправят и не будет никаких вопросов. 5-10% в лак первый слой полный глянец 10-15 минут второй слой полный глянец это обычный удобный хс-лак двухслойник понятный сука как дверная ручка сколько мы его уже продали еще ни один человек не сказал что ты знаешь а у меня не получилось а вот ты знаешь а я не понял все все кто ну хотят какой-то фидбэк дать да там какой-то отзыв все звонят пишут и говорят ты знаешь вот с первого раза с первого элемента и прям зашло и прям понравилось и следующий вопрос а есть в больших канистрах в больших канистрах может быть сейчас уже кстати и пришел но цена не меняется от того купите выпить и литрушку или 5 литрушек то есть цена абсолютно одинаковая по времени сушки на установку после ночи ставим беспроблемно если включить пушку дать температуру ему 2 часа сборка делает что хочет то есть сохнет очень хорошо наполняк вообще никаких вопросов я вам инфиник одул здорового сарая полняк в разборе причем полняк вообще никаких вопросов перепыл глотает огонь межслойка у D60 изи ну минут 8 такая на отлип у D60 диаманта получается чуть быстрее то есть тут кому что нужно на какие объемы покраски отвердитель пока что из того что я знаю один без вариантов то есть нету ни быстрого ни медленного он один может быть потом когда-то сделают к нему еще разбавитель тоже один простой как дверная ручка напутать ничего нельзя 2 к 1 5-10% и вперед всем привет такие штуки продаются в магазинах товары для ногтей и ресниц они чуть-чуть не такие я знаю я понял о чем ты но они не такие что у тебя жидкарем было на капоте до конца это останется полузагадкой но там что-то покапало на него потому что на крыльях и на крыше при том же нанесении все абсолютно одно и то же на крыльях и на крыше не было ничего а на капоте появилось наверное не совпадение не хуже чем завод а лучше чем завод ебтель спектр воронеж по поводу магазина я с Сашей по этому поводу не разговаривал опять же проявлять знаете как инициатива наказуема мне российский рынок как таковой шел ш уехал я там не нахожусь интереса никакого он мне не представляет я его не вижу просто хочется чтобы подписчикам моим которые все-таки российская аудитория у меня больше чем в Украине ну понятно почему да просто хотелось бы чтобы вам для вас какой-либо из интернет-магазинов делал какую-то хотя бы там плюшку примочку скидочку и так далее ну было бы приятно па-па-пам что-то сейчас хотел сказать такое прям нужное ну ничего вспомню скажу причина шагрения на базе ты ее неправильно разбавил и нанес неизвестного тебе пистолета для этого дела поэтому не получилось почему не пользуешься пескостроем не нашел на канале мало очень работ когда он нужен ну допустим на крышке тойота там были пару рыжиков которые мы точечным пескоструем без пылевым просто поддули и все большим пескоструем нет таких работ просто топпингом посыпали да это топпинг вроде бы было ну не я это делал хинчао смотрю твой стрим с самого начала спасибо большое что делишь своим бесценным опытом все четко ясно и понятно расскажи вкратце про канализацию в гараже центральная или яма яма то есть у меня идет сначала отстойник потом переливная система и в яму оттуда уже когда будет нужно приедет машина выкачает и увезет для базы правильно LS или VS400 для базы правильно LS400 ну возьми для базы Dizu 1.3 1.4 как бы да круто когда у тебя одни полники идут но если ты в основном красишь элементами возьми 1.3 по расходу чуть-чуть приятнее будет как правильно работать с Поттером может есть видео у меня нету зайди к Андрею Бищенкову это человек который во всех подробностях уже 100 миллионов раз показал как правильно работать с Поттером как вообще правильно работать рихтовщику какие инструменты материалы расходники это все к нему зайди к Каховке но Каховка с Поттером правильно по-моему не показывал может и показывал я просто Каховку смотрю редко Виталя прости нету времени почему нету университетов и колледжей чтобы стать маляром как ты считаешь люди считают маляров серьезной профессии почему есть есть в техникумах факультеты которые учат маляров да есть и такое везет вам со шпаклом у нас только джета и навол в ходу такого нет как у вас ну а чем тебе не нравится джета и навол я тебе так скажу у навола это мое личное мнение я сейчас не буду ни на что претендовать но навола самое большое количество по разнообразию шпаклевок уж что-нибудь да ты себе выберешь и у них ну есть действительно достойные шпаклевки прям прям вообще в огнях я сейчас не перечислю какие но у спектрала какая-то универсалка синяя была просто царская стекловолокно фибер про фибер по-моему что-то такое мелкое блин вообще огонь то есть у навола дохренища просто материала надо просто знать какой тебе подходит перепробовать разное понять что работает у тебя именно что не работает и работай если оно есть у тебя на рынке работай сколько это чудо шпакля стоит в долларах штандекс шпатля не могу сказать точно но она стоит где-то 15 там 18 евро с двухкилограммовую банку для шпатлевки это не дешево привет чернцов привет виталь ты эксцентрик 2.5 или 3 используешь или все пятеркой валишь да у меня почти все пятеркой мы же как таковых работ мелких и не делаем ну и мелких по эксцентрику нам просто не надо у меня кассетка в кругах 400-500 сильно испортилась садится очень быстро даже на грунте ну вон пацаны дубасит то есть я сеткой вообще не работаю сейчас пацаны дубасит иногда пластик он Димончик говорит что ему нравится как 400-500 на пластике убирать ворс ну нравится пусть работает господи у меня принцип такой тебе что-то нравится да покупать да покупай работает ну устраивает да устраивает ну вот я ему покупаю там сеточку он и работает мне допустим нравится больше мирка обролон с водичкой пластик добить именно ну я обролончиком делаю ну я же просто сейчас подготавливаю меньше чем они я в основном в камере в камере в камере в камере в камере надо надо это ну нравится ну не вопрос закажу вам это там нужен ковокс тащитесь там от 400 к 600 ко мне она не нужна я ей не работаю ну нате вам там по пачке дубасти где чувак я дома скажи если что-то ломается при разборке сам покупаешь или клиент если запчасть устроена таким образом что она по-любому ломается или ее нельзя снять целой то это покупает клиент и само собой он об этом фактически сразу предупрежден очень редко когда я не знаю что это снимется и сломается тогда да звоню там обсуждаю объясняю если это по моей вине по нашей тут вине то покупаем сами конечно если это клипсы да там собираю разбираю что-то ломается там 2-3 клипсы у меня они есть я их поставлю сам но я же не буду клиенту добавлять там 1 доллар к этому ну нет конечно если цена вопроса покупки клипс уже становится там 10-20-30 долларов есть и такие работы конечно это я повешу на клиента там я уже сам не буду их покупать то есть ну надо правильно понимать где стоит нагружать клиента где сделать за свой счет и сделать этому бонусом каким-либо лакмутнеет из-за просроченного твердоса скажи как раз избавиться от ржавчины с порогов заранее спасибо поменять пороги самый конечно действенный способ ну либо же пескоструй очищай трави кислотами шпатлюй не знаю там переваривай что-то наращивай ну это все такая филькина грамота сдирал полностью все цинкарем обработал шпатлевал грунтовал кислотным акриловым и через полгода вылезло то же самое сейчас две операции болгарка отрезает все и сварка приваривает все берешь новые пороги и не мучаешься пороги есть сейчас на все автомобили когда нас тебе на стрижку отправить ребят откройте парикмахерский без очереди я схожу постригусь реально мне уже самого это чуть-чуть хотя еще не так уж прям все плохо и печально как было раньше это раньше ходил вообще волосатым даже есть видосы примерно 14 год где я с длинучими волосами все забито просто все парикмахерские забиты только открылись и там очереди из этих нестриженных баб с негрызанными ногтями у них там кутикулы лезут из-под бровей пусть ходят там стригутся ногти друг друга обгрызают я пока подожду с меня не убой как ты смотришь на то что мастера набирают много машин и потом не могут соблюсти сроки плохо смотрю на это нерациональное использование собственного времени но скажу вот по себе как я тут вижу вот со шкодой тоже тот же пример приняли машину ну во-первых мы ждали больше недели пороги машина просто стояла потому что там все завязано порога примерный расчет по замене порогов по времени был 4 дня был но когда пришли пороги Саня с Сашкой не сразу смог за них взяться приступили аж через 3 дня только 3 дня он занимался одним порогом не доделал его ему уже надо было по срокам уезжать доделывать Димон то есть 4 дня потрачено на один порог плюс 3 дня простое плюс еще недели ожидания порогов вот вам уже 2 недели фактически полупростое то есть поменен из нормального поменят только 1 порог все а вторым только приступает к нему целый день и там еще работает дня на 2 точно поэтому если ты работаешь в одно лицо ну само собой набираться работы чтобы она стояла просто я не вижу смысла лучше поставить людей в очередь кто действительно хочет делать у тебя тот подождет я стараюсь не набирать так чтобы вот оно просто стояло я клиентов предупреждаю что там сроки там с таких-то опор я смогу взять если ну и опять же если хотите и вам машина не нужна вы ей не пользуетесь можете ее пригнать ко мне поставить но начну я ее аж вот отсюда то есть мы сейчас вот тут по числу вот сюда записано это то что вот стоит и с этого момента я ее начну то есть не раньше да человеку она не нужна пусть стоит хорошо как будет время так и начнет но говорить человеку что да мы вот сейчас сейчас прям начнем вот сейчас сейчас прям приступим и будет сделано точно тогда ну нельзя какие-то мелкие нюансы всплывают тем более когда работ когда объем работ очень большой если там один элемент ну само собой там можно просчитать с точностью в один день когда ты его закончишь это если все идет нормально если на подборе нет очереди если материал весь присутствует в наличии если все есть если свет не отключает если там компрессор не сломался вот эти все если иногда все-таки где-то что-то выстреливает и происходит задержка по времени не запланировано про гонтры баслаг что скажу о чем их там пробовали не пробовали что-то пробовали мокрые по мокрому по-моему какие-то пробовали никаких претензий не увидел в каком городе я под Киевом работаю со стороны Гастомеля пескострую после эпоксидный грунт и шпатлевать но хорош потише стало а то как будто я полирую ну пацаны работают не будешь я их отвлекать я шли в машине сниму черновой вариант а далее руками что да как расскажи вот сейчас я потерялся Игорь про что шла речь не могу понять так просто просто и быстро да там уже прогнило я сделал полиэфир снова со стекловолокном как раскрутить малярку мало клиентов делать качественно и ждать занимайся продвижением в инстаграме реклама там все остальное очень действенно где и какой производитель расходники на PPS дешевле заказывать я работаю колодом я покупаю все на складе спектр какая разница хс и мс сухой остаток по итогу работ либо так скажу количество слоев необходимое для нанесения и достижения нужной толщины лакокрасочного покрытия то есть хс-м два слоя 60 микрон мс-м три слоя 60-70 микрон ультра хс-м один слой 60-70 микрон вот и разница качество конечного результата для раскрутки малярки сафрофан радио тебя раскрутит ну да в Россию лак отправляешь нет не отправляю это очень дорого для вас будет не будет иметь смысла финансового требуется локальная краска крыла на автомобиль в керамике как работать на керамику латчить нельзя керамику нужно всю содрать содрать ее можно только механическим способом то бишь наждаком поэтому все в ноль до металла и работаем попробуешь переход сделать не получится привет из летлы подскажи дверки низа изнутри отпесочил чем потом закрыть перед тем как класть герметик закрой эпоксидом если ты действительно все очистил где выучиться на маляра бро ищи учебные заведения которые учат малярки либо же иди куда-то подсобником и потихоньку начинай учить кислородные шланги можно использовать для покраски авто какой внутренний диаметр шланга брать бери тот который 8-9 миллиметров внутри кислородные использовать можно но они очень дубовые по крайней мере те которые были раньше они были дубовыми ну ноги работали ничего можно ли красить в центрах в центрах или центрах без опыта не пойму вопроса каким ОВД пользуешься у меня Штилевский пока что работает уже год нормально как дальше себя будет вести посмотрим ты пятеркой валишь шлифмашинка далее руками трешь нет я под покраску заканчиваю плоскости пятисоткой потому что я крашу водой а понятно что то что не плоскости это все вручную научатся с убранной коррозией протравлющий грунт акриловый грунт эпоксидный грунт можно такой пирог или это перебор это перебор но того не нужно эпоксидный тут работать не будет никак от того что ты его положишь лучше ни тебе не будет ни пирогу твоему таким грунтом покрывать алюминием кислотным эпоксидным чем хочешь акриловым трассе о герметиках чем пользуешься пользуюсь апп и террасоном какой краскопуд взять бюджет до 100 долларов у тебя только китайские варианты больше никаких у тебя очередь до конца лета как я понял смотря на какие работы если это полняки то сейчас считаю так по пальцам раз два три четыре четыре это те которые в очереди стоят так вот пятый только начинаем само собой если считать только по полнякам то это два месяца плотно на всех а параллельно пролетают еще мелочь а мелочь забивает такими объемами что полняки отдыхают иногда поэтому ну да середина лета забиты посоветуйте краскопу для новичка для базы грунта это два разных пистолета будут абсолютно какой бюджет это все важно понимать какой бюджет тебя подписан работа кипит крашу сейчас тачку красавчик блин я что-то спать хочу что-то потерялся шлифмашинкой снимаю старая лакокрасочная далее рубанком руками как и что расскажи шлифмашинкой снимаешь старая лакокрасочная а что ты рубанком трешь потом если у тебя голый металл уже или пластик если хочешь тереть голый металл рубанком ну три я не знаю где тебе подсказать что дальше чем остановиться на чем дальше открываешь любое из последних видео и смотришь кислотная салфетка либо кислотный грунт грунт мокрый по мокрому открас все я по-другому фактически не работаю FLG5 под лак норм или лучше переплатить и взять получше ну для начала может быть и норм что-то ты им сделаешь но как это у тебя будет на выходе очень все зависит от тебя тети Оли бро или не не пожалеешь анекдотов много узнаешь бонусом ронал или солид не то и не другое как выявить керамику на ЛКП полей на нее водой и ты все увидишь попробуй ее тирануть мелким наждаком там к примеру 1500 и ты все поймешь АПП распыляемый бомбан да я АППшным распыляемым кладу фактически сейчас все швы под капотами на дверях в подкрылках и все им бюджетно краскопуль в 300 баксов в 300 баксов ты вкладываешься Белария W400 Airgun ZZ4 LPH 80 по Ивате ДВИЛБИС любой из ДВИЛБИСов в принципе кроме последних ДВ1 ты конечно не возьмешь на эти бабки но для базы и грунта два ну не будут а что стоп два 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 ВАЛКОМ СЛИМ просто СЛИМ обычный железный самый дешевый они там чуть-чуть больше чем по 150 долларов стоят 1HTE 1HVLP HVLP у тебя будет под базу ну и лак в принципе а под грунт у тебя нужен с большой дизой HTE то есть 1.7 1.8 будет норм тогда 300 баксов в принципе ты может быть и уложишься как открасить по мокрому новые двери ланос цинковый герметик наложить на чистый металл нельзя грунтуешь эпоксидом там где у тебя герметик так тоненько тоненько кладешь герметик валив все кислотой и по мокраку пошел жидкую шпаклевку лучше на металл или на эпоксиде если металл чистый что тебе мешает ее положить на металл положишь на эпоксидник ну хуже не будет поверь купил LPH 400 но он еще не пробовал по техничке 1.1 бар не маловато ли под лак LPH 400 под лак тебе нужна голова VBX а для головы VBX давление нужно 1.6 1.8 можно и двоечку дать 1.1 бар это на LPH 400 с головой VX или LVB там да это работает но не на лак никак да кстати керамика пуликом наносится жидкое стекло такое есть или же нет можно и жидкое стекло пуликом наносить это кому как удобно скажу что лучше LS или LPH по качеству работы они примерно одинаковые но мне LS в руке больше нравится 3.1 месяц как гастроли у Киркорова расписаны ну кстати да я ожидал что работы будет меньше гораздо но слава богу ее не уменьшилось какой пистолет посоветуешь под распыляемый герметик спасибо у меня пистолет под распыляемый герметик компании АПП вот такой ствол за краскополь думал приодовил без и ты их подсказал сними полный облив хамелеон какой-нибудь машину ну если мне какая-нибудь машина приедет в полный облив хамелеоном конечно я это сниму за год работы здесь ни одного вообще даже вопроса по хамелеону ни от кого не было это нахрен никому не нужная невостребованная фишечка это очень дорого открасить хамелеоном чтобы открасить хамелеоном я возьму в общем с клиента ну плюс-минус как за два с половиной полных открас обычных автомобилей а может быть даже как и за три потому что там работы как на трех машинах выготовить надо просто настолько вот скрупулезно а там двойной открас первый открас идет подложкой серебристой полировка то есть лакировка полировка зачистка замотовывания откраска кенди краской лакировка полировка и еще раз лакировка и только тогда эффект будет именно как у леденца но это три откраса поэтому даже если у меня кто-то и спросит узнав конечную стоимость человек два раза подумает и поедет голимой пленкой затянет и будет ездить довольный и счастливый так я пятую точку сидел ухожу с гаража в 3-4 ночи пока ролики перестают обновляться гребаный карантин какие ролики не понял каждый уходит с работы во столько во сколько ему хочется удобно конечно что не мешает прийти рано утром и уйти чуть-чуть раньше вечером чем прийти в час дня и уходить в 4 ночи сколько примера по времени сани занимает полностью облить машину в среднем отдавал в контору три месяца морозили ускорились только пинками у нас полняк занимает с разбором сбором с учетом что так или иначе он где-то простаивается ждет чего-то каких-то там клипс еще мелочей месяц плюс-минус месяц по деньгам это индивидуально такой поливилизатор что лучше для слабого компрессора и вата LPH-400 больше вообще ничего жидкое стекло сколько стоит по цене открой интернет посмотри я не знаю жидкие стекла разные по цене есть за 50 долларов флакон есть за 100 есть за 150 и все это жидкое стекло керамика конечно гораздо дороже с 50-ти литрового компрессора производительность 400 литров на входе можно сделать полный облив прибора вата LPH-400 можно потянет как раз на старое покрытие металлик замотовал только лак 500-600 нужно ли снимать лак полностью если у тебя лак по своему качеству замотован и устраивает то полностью снимать не надо самому если красить в хамелеон сколько на материалы баксов нужно ну на материалы примерно из того что я знаю по средним подсчетам на краску лаки ультрафиолетовые добавки все остальное идет ну где-то 1600 1700 долларов это без подготовки как красите диски если устрою есть мы диски никак не красим мы их отдаем в порошковую покраску и не морочим себе голову быстро надежно качественно и по факту ничем не дороже чем стать и открасить их мне так если у него нет то хоть какой пулик покупай крашу лаурит 1.3 дизой базовый лак получается круто если руки растут из правильного места открасить можно вообще любым пуликом правильный пулик под правильное назначение дает тебе скорость работы экономия материала и простоту работы самое главное ты не напрягаешься что скажешь про пасты карте работаю или доволен для гроника ивата 300 серии смотри недорого и воздух почти не берет такого гроника хотя да ивата W300 это средний размерник малый расход по количеству воздуха ну палочок им отвалить конечно ты замахаешься я цероса поливал полнячком с 50-ти метрового компрессора китайским пуликом ждал остывал чтоб компрессор это сложно цена пистолета под герметик где-то там 130-140 долларов давно очень покупалось не помню ну тот который у меня мне подарили потом были подписчики которые покупали находили на складах по-моему 140 баксов или евро или бакс он про хамелеон спрашивал а там проще плюс черная подложка дальше как металлик а я что-то про кенди ушел ну хамелеоны да на черную подложку открашиваешь как металлик ну там чуть дешевле будет я извиняюсь я ушел в кенди раньше когда-то ты в гараже работал ты же красил с 50 литрового у меня было два компрессора работающих в одну систему один с прямым приводом другой ременной так вот вместе они давали там почти 600 литров и мне их хватало и одного мне не хватало в бутылке с изогнутым носиком у тебя залит растворитель для водной краски или акриловый разбавитель в бутылке с изогнутым носиком у меня залита химия а в одной залит акриловый для грунтов в другой залит леклеровский стандартный в третий залит леклеровский медленный сейчас начнется лето я буду использовать леклеровский медленный именно для лаков для грунтов там акриловый идет фигачем как готовишь открашенные автополировки мотаешься машину или локально если мотовать всю какой процесс посмотри видео с мустангом там я мотовал ее всю а так я все делал вакана ну пробежался там понаходил депекты которые мне не нравятся брусочком либо же лепесточком на подложке пальчиком убрал разматывался 2500 на сухую и локально этими же пятнами то есть пробежался поубирал если там соринка одна я только тут отполирую если соринки расположены так что проще пробежаться по всей детали то я мехом пробежаться по всей детали так быстрее и проще сколько следим на бампер уходит в грунтах на два слоя ну берем среднеразмерный бампер грунта мокрый по мокрому у меня туда ляжет где-то 200 грамм 200-250 грамм готового это на два слоя это мокрый по мокрому не наполнитель именно под перекирку не сталкивался с просадкой причем через два месяца грешу на лак просадка на каком слое высчитай просадку увидеть точнее это просадка шпакла это просадка грунта это просадка лака с базой не знаю это сложный вопрос грунтовал крылья вышел крупный шагрин наносил 2.0 дизоид давление 2.5 бар вроде не густой был что сделал не так ну у тебя материал может не подходит ну 2.0 дизоид это крупновато для грунта может быть грунт говно сложно сказать после покраски кратера как можно убрать без перекраса если какой-нибудь способ подскажи пожалуйста ну после покраски это уже поздновато их можно в процессе покраски когда ты отлачивался взять и там зубочисткой сделать капельки именно в кратера если кратеров много то проще перекрасить если там у тебя 2-3 кратерочка проскочили откуда-то ну подкапай их и уберешь при полировке и этого не будет видно а если два компрессора вместе соединить жесткий просад даже будут по сети и они вообще могут не запуститься для этого ты настраиваешь компрессора таким образом что первый у тебя запускается на 6 атмосферах второй на 5 то есть второй будет запускаться тогда когда первый уже будет работать использовать повышающие трансформаторы так делал я и у меня все работало бутылка колод просто в описании якобы эти бутылки для водной краски не знаю для химии это идет как правильнее разбавить базу и лак у нас кроме 12 ничего нет покупаешь разбавитель для базы металлик или бейс для лака покупаешь разбавитель акриловый и вперед много есть компаний у которых для металликов и для акриловых продуктов один и то же разбавитель это очень много таких компаний но там это прописано в ТДС и все и все у тебя будет отлично что скажешь по поводу ПДР хочу съездить учиться хочешь не отказывай себе пока хочешь едь и учись допустим ПДР это не мое под покраску да под отдачу клиента у меня не хватает терпения интересно пиротерку больше нужно грунта но само собой больше ты же половину из него вытрешь как потолок на Мерсе перетянул получилось да по поводу потолка все получилось но пойти сейчас показать вам не смогу он уже стоит в машине все нормально а машина просто в другом боксе на обработке получилась огонь поехал купил другую ткань и я снимал видео доделаю полностью соберу в машине все покажу снимал видео о шикардос тянулось там просто замечательно видео как соединить два компрессора вместе есть ищи старое где-то очень давно видео не помню как называется ну как соединить ресивера между собой соединил трубкой и все не надо ни о чем задумываться я не понял что это вообще вызывает какой-то сложный вопрос у многих причем как соединить два компрессора вместе баллоны у тебя на хера ресивера трубкой соединил их и забыл полируй 3М после мойки куча косяков как быть не полируй 3М или покупай 3М тот который United Kingdom не тот который Турция если ты покупаешь турецкий 3М то это не 3М это говно просадка контуривания протиров старого лака прикрывал протиров даже эпоксидником 2К не понял о чем как разбавляешь базу серебро 1К1 или как-то иначе это тебе подскажут либо колористы либо там где ты покупаешь материал потому что разные производители по-разному разбавляются есть такие в которые там как капси допустим это что там Турция Греция ну короче там вообще 40% она жидкая как вода уже сразу допустим Lecler BSB 100% там Дайна 60% Mobihel 40% тоже жидкая как вода это все читай учи учи матчасть и будет все хорошо что за повышающий трансформатор с напряжением у тебя тогда нормально было потому и стояли повышающие трансформаторы что с напряжением было ненормально открываешь интернет читаешь что такое повышающий трансформатор все же очень просто я не электрик я просто почитал что мне нужно нашел и купил это купил поставил оно работало ты не знаешь чем отличаются бошки и ваты лс раннего выпуска головы ет от етс которые сейчас идут на лс бошки лс не знаю по моему они даже одинаковые это дюзы разные етс это разные дюзы не головы какой бюджетный производитель материалов лучше использовать это тебе решать их очень много 60% рынка забиты бюджетным материалом именно бюджетным и еще 60% из этих бюджетных материалов это неизвестно что с переклеенными этикетками разбавляю лак R12 могло быть из-за этого кратера ты знаешь что такое R12 я нет и никто тебе точно не скажет что там внутри сколько стоит обработка кузова как ее оценивать как элемент или как подскажи это дело как говорится знаешь региона где-то это стоит 100 долларов вся обработка где-то 500 какие материалы применяются как работы проводятся разбирается все не разбирается все ну гишь как приехала машина ее так вот даже эстакады нет на бок положили веником пыльцу стряхнули и не снимая ничего просто обрыгали мастикой какой-то с пушечным салом и сказали все езжай даже пленкой не заклеить ничего все засрано взяли за это 50 долларов и пошли бухать само собой если ты разбираешь все подкрылки пороги снимаешь накладные карты вытаскиваешь чтобы двери внутри пролить хорошо глушитель снимаешь бензобак снимаешь магистрали все откручиваешь отсоединяешь все коврики под днищем которые ну ясен пень что это уже не стоит не 200 долларов стоит если ты применяешь материал дорогостоящий брендовый это и будет стоить денег если ты не засираешь кузов лакокрасочный у тебя незарыганные рычаги мотор коробка карданы ты это все обматываешь чтобы это все осталось в завозковом состоянии тогда это стоит дороже и клиент понимая что ты будешь делать именно так а чтобы он это понимал тебе это нужно показать на твоем же примере каком-то работ он заплатит поверь он заплатит есть 380 если 380 нет возможности получить то можно два компрессора сформировать и будет то же самое не то же самое конечно просады полей не будут но когда нет других вариантов то нет других вариантов еще как вариант можно купить бензиновый генератор поставил он там все молотит колотит лишнее давление сбрасывает открасился выключил все что будет если лак не разбавлять а просто смешать с отвердителем и нанести ничего не будет поверь миллион таких лаков которые не надо разбавлять ты его просто смешиваешь с отвердителем и пошел красить лачить точнее тебе должны были приехать по Минзерне приезжали ты говорил 5 числа не по Минзерне ошибся это по Форекле у них Форекла они Минзерну по-моему не представляют по крайней мере разговора про Минзерну нас с ними не было я импаста не очень я пользуюсь Минзерной пока я лучше не видел попробуй автомэджик попробуй кортек хотя бы попробуй тот же кох тот же рупис ты почувствуешь разницу наши люди не хотят думать лучше чтобы ты рассказал да ну знаете проще спросить ты имеешь ввиду наверное стабилизатор напряжения стабилизатор это одно есть повышающие еще то есть он и стабилизатор и в нем же повышающие напряжение какая-то хренатень я не знаю как оно работает я не электрик я вообще в электрике тугой тугой как дела с работой вирус повлиял в принципе нет сам себе работать или в сервисе тебе решать как думаете каждому свое кто-то тащится от работы сам на себя кто-то тащится от работы в сервисе потому что он пришел отработал выполнил свою функцию и ушел он больше ни о чем не думай дело твое хочу Минзерны взять на полировку как думаешь в Израиле говорил вроде норм в Израиле я говорил потому что там выбор был между Кохом и Минзерной ребята сами дубасили Минзерной и по их выводам Минзерна работает лучше чем Кох ну в принципе из того что я попробовал по Коху я понимаю что они говорят Минзерна работает лучше чем Кох но Автомэджик работает лучше чем Минзерна кортек работает лучше чем миндзерны рупис работает лучше чем миндзерны надо все пробовать хамелеон это хамелеон а кенди это кенди хамелеон это простая база ничего не надо перетирать на несколько миллион и оплачил воксал по обработке мы работаем вроде круто и воксал а вот же это воксал или воксиол ну короче да классная тема смотрю если соединить два компрессора вместе через ресивера манометры то будут показывать одинаковое значение так как будет один общий большой ресивер два компрессора будет запускаться вместе обнять и плакать я оставлю без комментариев это дело ты настраиваешь не ресивера ты настраиваешь присостат на включение по давлению если ну это тебе ничего не скажет тут эти не помогут мои доводы будут бессильны подскажи как лучше сделать переход на акриловые краски спасибо есть видео переход на акриловые краски с применением лак посмотри его какой наиболее оптимальный ремонт ржавчиной чтобы дольше простояла без сварки тогда никакого чтоб дольше простояла что значит дольше дольше чем что начнем с этого дольше чем замененный элемент не простоит ничего а вы красите неразбавленым лаком если этот лак не требует разбавления конечно работаю неразбавленным лак. Если этот лак требует разбавления, я работаю как положено, как требует того ТДСК. Ты когда-то использовал 3М-ролок. Сейчас пользуешься? Нет, у меня вюртовские системы сейчас для грубой работы. Но вообще 3М-ролок, именно наждачки с системой крепления ролок это классная вещь. Какой ствол у Ивата имеет технологию ЛВЛП? Не знаю. Не вникал в эти тонкости, именно про ЛВЛП. Не знаю. И есть где у тебя ее купить? Напиши мне в инстаграме, я спрошу у Александра в понедельник. У них должно быть, у них все по 3М есть. Спрошу у нас на складе, может у нас есть. Посмотрел сегодня последний видос про добавку в базу. То есть, я так понял, с ней всего один проход, никаких межслоек нет. Да, межслоек никаких нет. Нет срывов базы, не течет. Все-таки слой за раз большой выходит. Ну, слой-то большой, но там другая смола, там другой разбавитель. Их другое количество. Слой может потечь, если ты его в тупую перегрузишь. Но тебе нужно нанести до укрывистости. И люди, которые с мозгом, которые думали, что делали, у них почему-то получилось. У других не получилось, а у них получилось. И до того состояния, когда база полностью уже укрыла, она еще не течет. Значит, это все работает. Нойка для пульков Ваташца и ПСА. Чем отличается? Спасибо. Они отличаются стойкостью к агрессивным растворителям двумя резиночками. И все. Завязывай, иди отдыхай. Да, сейчас пойду. В принципе, да, по времени уже. Ладно. Заканчиваем на этом, потому что мы опять пошли к вопросам Пресостата. Я же говорю, Игорь, я тебе не помогу. Я уже сказал все, что я мог сказать. Мне остается только приехать к тебе и сделать это. И тогда ты скажешь, ох, ёпта, что так можно было? Ладно. Всем спасибо за внимание. Мерседес. В принципе-то почти у меня закончен. Ролики отсняты. Я их постепенно монтирую. Но просто не хватает времени. Реально закрученные, забеганные, замученные. Все в работе. Желаю всем хороших выходных. Удачи. Пока.